Welcome, welcome, welcome. Ну что ж, ребят, мы дошли с вами до ЕМовского дня. Мы чуть-чуть отстаём. 6 минуток, я думаю, вы, ребята, терпеливые. 6 минуток могли и потерпеть. Качество у нас будет чуть-чуть похуже, потому что мы чуть-чуть отстаём, но после этой игры мы перейдём на Twitch и будет качество идеальное. Ну, я сейчас посмотрю, чтобы все текстики работали. Так, снизу донатеров пока уберу, потому что они нам не нужны. Нет, донатеры нам нужны, нам не нужны, кстати, список их. И здесь мне надо, чтобы чатик пропал. Всё, вроде бы, чатик не показывается. А вы, ребят, пишите, что всё хорошо работает. Какая мутная картинка. Но ничего страшного. Первый матч у нас сегодняшнего дня между командой М19 и Рокс Киз. Нет, нифига подобного. Между командой Рокс Тайгерс. Любопытно, что обе эти команды даже не знали, что они будут на ЕМе играть до Чемпионата Мира. После Чемпионата Мира команду М19 пригласили на этот ЕМ, как в Элдкарт команду. Просто решили пригласить. Хотя обычно их не было. Таких команд. А команда Рокс, она заменила команду СКТ. СКТ отказались от поездки. Хотя тут сложно понять, на самом деле. Теоретически, возможно, они даже место заняли Клауд Найнов. Потому что изначально, когда составляли таблицу Клауд Найны, должны были играть с М19. Но Клауд Найны отказались от поездки на ЕМ, потому что призовые очень низкие, престиж не такой уж высокий. И мыльцо, мыльцо кинцо, вы сами видите. То есть, это никак бы не подняло авторитет команды Клауд Найны. Но я не знаю, в чем там проблема. Это я так, утрированные вещи говорю. Они отказались. И теоретически, за место них добавили команду H2K. Вроде как H2K. Но написано, что у Роксы играет с М19. Так что теоретически, я думаю, что это... Может быть, перекрутили все. А может быть, Риуты просто... Ну, не Риуты, а ESL-овцы. Риуты здесь слабое отношение к этому турниру имеют. ЕМ проводит ESL-овцы. В Европе это, по-моему, проводится все у нас в Польше. Сейчас в Катовице. Этому турниру уже сотни лет. По нему в StarCraft первый играли, и в WarCraft, и в третий, соответственно. И в ROG тоже, кстати, играли. И одновременно с этим еще игрался и в KS. Там 1.2, 1.3. А что за мыльцо? Такая картинка. Благодаря ESL-овцев. Но мы, ребят, перетерпим, и все будет хорошо. Главное, перетерпеть. Главное, перетерпеть. Ну что ж, 0-0 пока что. Давайте по пикам пробежимся. Смурф у нас выбил себе Камилу. На ответку этой Камилы Линдоранг. Это основной игрок команды ROGX? Или они кого-то призвали? Сейчас я посмотрю, ребят, основной ли это игрок. У них Шай еще есть. Ну да, это основной, можно сказать, игрок. Он в последние дни играл у них. Он выбрал себе Фиору как контрук с Мурфиской Камиле. Стажер у нас решил играть через щитки. Взял себе Иверна. Против Иверна Сянг Куан взял себе Элизу. И Микки Маус, который заиграл, на самом деле, очень хорошо. Много киллов в последнее время делал. Роксы, на самом деле, в Корее очень низко в этом сезоне идут. У них всего одна победа в Best of 3. Одна. Одна победа и шесть поражений, да? Правильно я считаю? Да. Шесть поражений. Но при этом Микки Маус как раз довольно хороший результат начал, наконец, показать, при конец сезона. Здесь у нас Санг Куан обворовал стажера. Стажер с флэша в него ворвался, но не попал ни одним спеллом. Так что, немножко странно. Ну, попытка была очень странная ворваться. И там Ликрит тоже никак не догонял. Кстати говоря, таким образом мы с вами спустились вниз. Где Винсент Вега заменяет у нас Емиракла, заменяет уже весь сезон. Емиракл не договорился, видимо, с командой остаться на целый сезон. И они поменяли лишь Адекерри. Ну, как мне показалось на чемпионате мира, Емиракл играл-то хуже всех. То есть, это было самое слабое звено команды М19. Тогда еще Альбус Ноксов. Ну, а в этом сезоне гоняет там Винсент Вега. Но, правда, гоняет так себе. Хороший куханчик. И это минус флэш с хилом с Санг Куана. Еще даже Кей тильтанул и нажал экзост. Ну, а... Нет, Санг Куан это в лесу. А здесь Санг Йон. У них два разных игрока. Санг Йон и Санг Куан, надо запомнить. Кстати говоря, подождите, у них разве такой был игрок? Я просто мало игр Роксов комментиал. Да, Санг Йон все время. Санг Йон и Кей. Вот Кей я помнил. Микки Мауса помнил. Линда Ранга тоже. А вот что-то Санг Йонга не помнил. Ну, ребята не показывали хорошего результата в Корее. Так сказать, одна из самых слабых корейских команд играет. Самые сильные команды Санг нет. В этом сезоне М19 не выглядит как самые сильные и непобедимые команды. Они в среднечках находятся. Но там, правда, все в среднечках находятся. Явных лидеров там нет. Ну, с огромным отставанием, которое бы могли быть. Ну, а у нас минус 300 золотых команда М19 пока идет. Их сетап мне нравится. Это такой полупоук сетап, где мидгейм у вас будет крутиться вокруг Том Кенча, вокруг МФ ульты. И сейчас шестой левел. Не дождались они с Мурфа шестого левела. Либо его не было, либо ждать было слишком долго. Покажите мне Линдаргона. Нет, на него не нажмут, не покажут. Он здесь небольшой какой-то пролаг. Это не у меня ли интернет упал? Нет, нет, это у меня интернет не упал. Все нормально, ребят. Голосование у нас там в чатике проводит Кристинка. Видимо, хочет узнать, за кого голосуют. За Роксов, либо за М19. И понятное дело, что все будут голосовать из России за Роксов. Все же Рокскиз хорошая команда. Когда-то была Брюс, ее Старкрафтер руководил. Но это немного другая команда, это Рокс Тайгерсы. Тут у нас по Киеву урончик провел Ликрит. Какие низкие левела на шестой минуте у саппортов в обоих. Их ротации, наверное, слишком часто они ротируются. Лучше бы стояли на месте. Оп, попадет. Шестой левел получил Линдараганг. Начал поддамаживать Смурфа. И Смурф понял, что теперь ему нужен реальный ганг. Они БО3 играют? Да, давайте поговорим еще про структуру. Структура у ЕМов всю жизнь была одна и та же. Она была придумана еще в Старкрафте первом, когда Старкрафт первый проводил с ЕМов. И они ее не меняют с тех пор. Структура включает в себя групповую стадию, в которой не каждый с каждым играет. А играет первая команда с четвертой, вторая играет с третьей. И это типа плей-офф. Ну, вы вроде в группе находитесь. Но эта группа не сингл элиминейшн, а дабл элиминейшн. То есть проиграть можно два раза. Но играется Best of One. И так как это Лига Легенд, здесь от стороны вообще-то многое зависит. До этого в ЕМах было подкидывание, жеребевка. Видимо, на подкидывание монетки выиграли команда М19, и они выбирали себе сторону. Ну и выбрали синюю сторону. Хотя, кто знает, может быть, наоборот, Роксы выиграли и сказали, что мы хотим быть на красной стороне. Многие команды сейчас действительно предпочитают два контрпика. Ну, то есть одного супера дать чемпиона, он забрать двух суперских чемпионов. Так что, честно, не знаю, кто выиграл жеребьевку. И почему именно М19 оказались в начале. Это мне очень не нравится. Я уже быстрее хочу, чтобы эта игра закончилась. Мы перешли с вами на Twitch. У нас здесь Оленчик проводит. Лекре цепляет Санкиона, напоминаю, что у Санкионга не было флэша, его легко убивают. Это не у меня, ребят, лаги, поверьте мне. Это просто вот такой вот ристрим. Такой вот ристрим здесь идет. И другого мы найти, к сожалению, не можем. Я могу пойти на 6 минут, отставая на Twitch. Вы уж извините, что так получилось. Но давайте здесь досмотрим. У Смурфа большие неприятности, он отфлэшивается, но слишком поздно. Линдоранг его сделал, из него сделал отбивной в соло, его убил. Да вы издеваетесь! Серьезно! Я и так смотрю на низком качестве. У меня буфер уже прошел. Ребят, ну... Злит, злит такие вещи. Я не могу ничего другого найти сейчас. Это просто трансляция такая, багнутая. Это багнутая трансляция, вот и все. Ну, и... Я не удивлюсь, что там и на Twitch сейчас лаги идут. Мне никогда этот турнир не нравился. Дело в том, что... Все, что на нем проводится, проводится без руководства риутов. Риуты лишь освещают все это дело. А ребята... Да я не удивлюсь, ребят, что там и на Twitch лагает точно так же. Ну, серьезно. Я честно не удивлюсь, что там точно так же лагает и на Twitch. У них однажды просто отрубился свет, и они игру отменили и заново запустили. Только потому, что были лаги. Так, тут... Так, какой был счет? Блин, не, ну столько нельзя пропускать. Нет, столько нельзя, ребят, пропускать. 3-7 это слишком много. Столько пропускать нельзя, надо внимательно досмотреть это. Посмотри на Twitch, но там сильно мы уже пропускаем счет, видишь? Если бы там сейчас был счет, допустим, 3-2 хотя бы, тогда... А у нас 3-7, то есть будет еще две битвы каких-то. Простите, что так получилось. Немножко соло-ку затянулось. Игра, которую мы должны были слить на 20-й минуте, мы зачем-то выиграли на 38-й, и из-за этого так все и получилось. Я изо всех сил пытался зафлеймить свою команду, чтобы они сдались, но по какой-то причине Иреля хотела эту победу. А другие турниры М19 не пускают? Не, почему пускают? Руки оторвать этому рестримеру, конечно, ютубовскому. Может быть, есть другой какой-то ютуб рестрим, но... Я думаю, если мы сейчас займемся его поиском, это будет еще хуже. Это будет еще хуже, ребят. Сейчас уже заниматься поиском его нельзя. Спойлеры, да, что будет 3-7 счет, но количество денег я не... Так, что мы можем изменить? Что мы можем изменить? А мы ничего изменить не можем. Посмотрите, я могу вам просто показать, как это работает. Видите, мы сейчас вернулись к счету 1-1, но у нас кто-то сейчас должен умереть. И в этом же месте произошел лаг, видите? Это просто такая трансляция. Лагачи, лагачи, прилагачи. Ай, первый блин к Омам. Стример не подготовился? Нет, стример-то подготовился. Это ИЕМ не подготовился к турниру. И кто не знает, титул, наверное, самых худших турниров принадлежит ИЕМам. Никто не любит ИЕМ. Вы даже не представляете, насколько люди не любят ИЕМ. Ни зрители, ни сами игроки. Потому что... Ну ладно, у нас здесь Ол-Нчик пошел, ответочный, но по Микки Маусу не хватило дэмэджа. Кракачу, у него мана кончилась. В итоге Микки Маус его убил, и стажок, который ворвался, ничего этим не добился. Гоу с Улоку, и потом записи по комментирую. Запись такая же будет, биологист! Такая же запись будет! А, у меня есть альтернатива! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! У нас есть шанс альтернативы найти. Возможно, это получится. Сейчас мы вернемся сюда. Счет у нас 3-4, тот самый, про который я говорил. И мы с вами... Да, получится, получится, ребят! Все, идти в жопу! Гребаный Ютуб! Мы с вами здесь поперематываем. Здесь же тоже можно в лайфе смотреть. Вот, 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 вот. Сейчас картинка у вас идет, да? Все нормально? Чуть-чуть вперед. Надеюсь, здесь лагать не будет. Ну, промотайся еще вперед. Так, еще надо чуть вперед. Там, где 3-4 закончилось. Вот, Ликрида убили. Вот это вот мы с вами пропустили. А потом пошел тавердайв по Веге. Вегу легко сейчас затавердайвит. Но подойдет сюда Каркач его спасать вместе со Стажера. Вместо того, чтобы убивать вышку на меде. Но они были далеко от меда. Ворвется Кира. Делает килл. Не попадает по майке ракеты большой. После этого... Пробеграет вперед. И не попадает 3 спела. И Микки Маус дает ульту. И хватает ему дамы, чтобы убить его. А при лоуд подозрительно такой же. При лоуд. Ну... Будем надеяться, что здесь не лагает. Ну вот, все. Мы вернулись. Давайте. Не будем больше отвлекаться. Качество у нас в картинке наконец-то стало хорошее. А я немножко про ИЕМ с вами поговорю. Это старейший турнир. Проводится, по-моему, на тех же компьютерах, на которых в первый раз в жизни был проведен. У меня были знакомые, которые ездили на эти ИЕМы. И были знакомые, да и есть до сих пор. Которые как корреспонденты ездили на эти ИЕМы. Там не корреспондентам не дают возможность развернуться. Вплоть до того, что им даже стульев не дают. То есть их просто в зал запускают. Говорят, вот, у нас здесь все места распроданы. Садитесь, где хотите. А где хотите? Где вы сядете? Вы распродали все места. Ну и где сидеть? И люди сидели просто на корточках там, на картофане. И снимали. Ой, тут стажера на ворде ловит Сан Куан. И погоню продолжает за ним. Приземлится, скорее всего, он убьет стажера. Да, тут у нас прилетает Ликрит. Но ему тяжело будет добраться до Сан Куана. В итоге Ки перефлэшивается. Цепляет Винсента, который хотел было помочь. Но это закончилось полным провалом. И мы знаем, что не будет четвертого килла у команды Н19. Немножко были спойлеры. Скорее всего, сейчас Ликрит умрет. Это будет тот самый четвертый килл. Ой, тот самый, извините. Седьмой килл команды Рокс. И вот здесь мы с вами включились. 3-7 было. Как раз отставания. Прыгает здесь Микки за Кирой. Не попадает в него спеллами. Но и Кира в ответ дает просто ракету. Не сильно отстает команда Н19. Они все еще могут выиграть. Вопрос только о том, как вы будете использовать свои пауэрспайки. А пауэрспайки будут. Будут два пенетра и тема у МФки. Будет у нас Тринити Форс на Каркаче. Карки без Триньки пока влетает вместе с Малфитом местным. Но просто убегают Роксы, отпуская все. Так вот, не нравятся людям эти турниры. И многие просто не хотели даже туда ехать. Организации, я уже говорю, занимаются полностью поляки. Они своих судей приглашают, своих техников. Все сами настраивают. Ну и поэтому и спонсорство их чистое собственное там вкладывается. Ну а Риоты, чтобы хоть как-то участвовать во всем этом процессе. Закладочку свою поставили, что они тоже в пределах. И одновременно с этим освещение делают. Поспрашивать бы, конечно, у Старладеровцев, как им там дозволяет это все стримить. Ну, в смысле, им-то дозволяет. Понятно, как я имею в виду, как там все это происходит. Действительно ли есть такие проблемы, как были в свое время. Но это были данные, которые я говорю. Они были трехлетней давности. То есть, когда еще даже в Warcraft был на IEM. Ну, это уже пять лет после Warcraft это было. А весь движок начался. Все потому, что Смурф провафлил ТП. Он потерял ТП. Он не совсем его провафлил. Его убили на ТОПе один на один. Из-за этого ему пришлось потратить телепорт Смурфу на ТОП. И все вот это вот началось. Вся эта движуха на Ботлейне. Ну, а почему это все началось, ребят? Давайте вспомню неудачный ганг от Стажера на ТОП. В тот момент, когда у Смурфа не было еще шестого левела. У Линдоранга тоже не было шестого левела. Он был чуть-чуть позже. Это непродуманность чемпионов. То есть, вы знаете, что у вас есть Камила с шестым левелом. Почему не дождаться ее левелапа и провести ганг именно тогда? 3.7 минус 3 тысячи. Потеря на вышке на Ботлейне. Почти потеря на вышке на Миде. И полная контроль Красного Леса за командой Рокс. Небольшие пролаги идут. Это не у меня, ребят. Это у них картинка лагает. Честно, это у них. А разве умереть один на один не есть и право флить ТП? Ну, да-да-да, согласен. Ну, я просто имел в виду, что он бездарно потратил ТП. Он хотя бы пытался как-то вернуться в игру. Хотя мы можем посмотреть, что на ЛКСе очень многие игроки, когда умирает один на один, пешком идут наверх. Просто начинает отставать по левелу и по фарму, но зато сохраняет свой ТП. Так что здесь можно на него тоже поругаться, что вот так вот он поступил. Киев у нас тут пытается найти возможность ворваться. Напоминаю, что если команда М19 сегодня проигрывает первую свою встречу, они не вылетают еще с турнира. Это дабл элиминейшн. У них будет еще возможность поиграть с второй командой. А это будут гонконговцы и H2K, если я правильно помню. Тут у нас хорошая ульта, АТМФки заходят. Минус должен быть Кейн, но он остается в живых каким-то чудом. При этом умирает все же Элиза хотя бы. И вышка падает. Роксы не самые лучшие тавердайвы организовали, потому что они там тавердайве отдали двух игроков. Потеряли много саммонерспеллов, и Сангьи, он не мог участвовать в этом файте. Он застрял. Но зато Микки Маус сделал уже третий килл. 3-0-2 у него статистика. А у нас тут интересный выбор пошел от команды М-19. Редко я такое вижу, чтобы команда делала. Обычно забирают вышку на меде, чтобы контроль карты улучшить. М-19 же выбрали забрать Рейв Геральда. Намек на то, что в ближайшие 20 минут Смурф сможет раздавить Линдоранга. Ну, поглядим, поглядим. Просто вышку на меде, мне кажется, в 4 рыло-то они бы точно сломали. Давайте смотреть еще раз. В Рейв не попадает Микки Маус с Таном, цепляет только Ликрида. Но у Ликрида были, по ходу, мерки, поэтому он остался в живых. Потом из-за... Моя плакать хочет, ребят. Моя просто хочет плакать. Знаете, почему моя хочет плакать? Потому что... Потому что... Потому что, видимо, у них трансляция прервалась в какой-то момент. И... 6-11. А какой у нас счет был? Где этот тавердайв произошел? Нет, чуть дальше. Извините, ребят. Мы пытаемся, пытаемся отстримить это дело. Но ESL-овцы категорически не хотят с нами сотрудничать. А, ну вот, вот этот повтор. А, я понял, что, кстати, произошло. Ну ладно, по крайней мере, мы теперь знаем, в чем проблема была. Мы ее сможем исправить в следующий раз. Джилет у нас лучше для мужчины нет. Спонсор программы. 5-8 счет. На миде вот такая... Котовица такая, котовица. Да-да-да, буферизацию автоматом надо перезапускать. Я тоже это увидел. Это не трансляция? Да-да-да-да, ребят, я уже понял. Тут, видите, у нас типа запись, да? 19-й минуту. Тут у нас тавердайв будет сейчас. Винзента ловят. Убивает его Микки Маус. Он становится с 4-мя киллами. И, походу, будет еще пытаться убивать Ликрида. Прыгает Ландергинг под вышку. Делает килл 2-кила. А ответочка-то будет хоть какая-то? Вот она, ответочка. Килл достается стажеру. Смурф. Был телепорт, но... Я не заметил, блин, у него в начале этого файта, когда начался вот этот тавердайв под тир-1 вышку. Плана перешедший под тир-2 вышку. Но Смурф так его и не нажал. Этот телепорт. Вот этот Ревгеральд, возможно, того и стоил. Видите, вышку все еще команда М19 не сломала. Так бы они хотели сломать хотя бы одну. Ну, интересно, у них сама игра на месте не лагает. Ну, напомню, вот мы с вами полностью откомментили EM прошлого года. Ну, там в декабре был как раз отборочный, который выиграли, если я правильно помню, Unicorns of Lava. И заслужили право здесь быть. Или HTK. Я вот честно не помню, это HTK или Unicorns выиграли прошлый EM. Так вот, и там была игра, я сейчас вам расскажу, что было, кто не помнит, которую отменили на 20-й минуте из-за того, что отрубилась трансляция. Просто отрубилась трансляция, как оказалось, там свет вырубился. В том помещении, где все это было, не интернет, а именно электричество отрубилось. То есть все люди в зале тоже оказались в темноте. Unicorns победили. Спасибо, Матега, за подсказку. Ну, игру отменили, заново все запустили. И еще одна игра была, целый час новый компьютер ставили. У человека комп игру Лигу Легенд, видимо, не потянул. И целый час мы видели, как ему новый компьютер ставили. Сначала ему поменяли какую-то там хрень у компа. Сначала комп раскрутили, поменяли. Это не помогло. Потом новый комп притащили. И мы это все краем глаза видели. Целый час, ребят, серьезно. То есть игра там дошла до седьмой минуты матча. Где-то там пятая или седьмая минута матча. И целый час вот так вот они сидели и ждали. Ну, что за ерунда. Ну, слава богу, таких немного ошибок бывает. Там, если бы это было на постоянке, конечно, можно было бы сказать. Тут у нас Линдоранг сделал лолинчик по Смурфу. Прикрыть Смурфу прилетел Лекрит. Вместе подошла МФка. МФка, к сожалению, дала ульта не по кому. Она чуть-чуть кия задела, но он отбежал. Так, у нас минуты 19 будет буферинг следующий. Надо запомнить. Час 19. Пока еще рано. Пока у нас еще 3 минуты. Надеюсь, это не во время файта будет. Но уже отставание М19 не то чтобы катастрофичное, но у вас мидгейм сетап. Вы теоретически должны вообще-то их давить. И выбор Киры мне совершенно не нравится. Он купил себе QSS, ребят. Обычно за 1300 голды покупается Хекс Дринкер на Каркаче. Добавляет он вам урон ко всем спеллам, потому что все спеллы скелятся. По-моему, кроме Ешки. Вру, вру. По-моему, Ешка не скелится. Ой, не Ешка, W. Ну, Валкирия. Не скелится от AD. А так все остальные скелятся от AD. То есть добавляете вы урон. Плюс вы получаете тот самый щиток, который вам нужен, если вас попытаются ваншотнуть. И магический блок. Когда у вас мало ХП остается, вас добить сложновато магическим уроном. Ну, сначала его сначала надо снять, а потом только вы будете терять ХП. Но здесь выбор пал на QSS. Связано это, конечно, с тем, что Кей играет у нас на Мальзахаре. Но, блин, ты вроде бы каркач, ты не должен попадаться под Кея. Ну, ладно. 6-11 счет у нас, ребят. И 5000. Ну, многовато, очень многовато отставание. Мне кажется, это уже почти не отыгрываемая игра. У стажера, конечно, появился уже Redemption. Появился Чалис. И благодаря ему он... Благодаря этой чашке он теперь может... О, а вот и Хекс Дринкер. Ну, ладно, ладно, ладно. Вспомнишь, вот и оно, ребят. Тут у нас Олэнчик, Смурфа по линдорангу. И он не жмет Эрку. А в этот момент у нас на Бутлейне идет... Ну, как Таврдайв. Просто ломка вышки. Некем было защищать М19. И они защищали сначала Мид. Потом пока сместились... По одному своему единственному Пинк Варду. Сместились на Бутлейн. Уже все закончилось. Вышка здесь тоже упала. Смурф делает Олэнчик. Линдоранга ультует. Цепляет его внутри. Но кто кого еще цепанул, говорит Линдоранг. Прожимает по Линдорангу Экзост. Проглатывает Ликрид Смурфа, чтобы с него не сняли пассивку. Но Линдоранг снимает с него все равно пассивку. Если флэш у Фьоры нету, остается в живых у нас Фьора. А вот Смурф выжить не смог. Фьора отхиливается с автоатак. Пытается прокнуть свою пассивочку. Прокает, но убежать не успевает. Один в один по киллам. Но при этом... Вы видите, как хорошо Роксы сместились. И это было как бы начало файта два в один. И оно таким закончилось. Но Роксы явно готовы лучше к этому матчу. Ну, будем надеяться на команду М19 сегодня вечером. Они вроде бы и сегодня вечером играются. То есть, сегодня играется группа А. В этой группе М19, Роксы, H2K. И вот я точно не помню, по-моему, гонконговцы. Так, вот, 19-ая минута. Помним об этом, ребят, что 19-ая минута. Сейчас мы нажмем еще раз. 19-ая минута. Тихо, тихо, тихо. Не смотрите стат сверху. Не сполерите себе результат. И будет у вас все хорошо. Не, слишком далеко. И, походу, игра закончилась. Я слишком далеко промотал, ребята, извините. Сложно было уловить этот момент. Да где я тут? Почему я по 30 секунд перематываю, а не по реальной минуте? Но, походу, ребят, игра закончилась. И я уверен, что выиграли М19. Держим кулачки. Есть шанс, что они победили? Нет. Ну, тут вне зависимости от того, как мы откомментили эту игру. Знаете, какой я сейчас скажу вещь? Как я простримил эту игру, так и отыграли команда М19. Если вы считаете, что я простримил ее идеально, то и М19 сыграли идеально. Но следующая игра будет, кстати, хорошо. Тут у нас на Валкире вылетает Микки Мауса Кира, но не успевает дать автоатаку. Микки отпрыгивает, еще и на Ешке уворачивается в сторону. В этот момент Роксис смещается на Шора, быстренько его пытаются забрать. Один стажер туда в поле воин бежит, но понимает он, что уже никак не успеет. Тем более в Ноу Вижн заходить опасно против Мальзахара. И отступает. 7-12 счет на Шор. Рекольдс команда Рокс. Все, кроме Линдоранга. Линдоранг понимает. Кондуктор понимает. Неплохо, так Роксы поднялись, а недавно занимали последнее место на ЛЦЛ. Рокс Кис, они молодцы. Ну, честно скажем, Рокс Тайгерсы и последнее место в Корее занимают. Ладно, предпоследнее. Ниже них только конгадюшники. Знаете, что самое смешное? Хотите узнать, что самое смешное? Вот честно, хотите? Нет, я уверен, вы не хотите. Мне вообще сейчас это просто расстроит, а может быть повеселит. Ну, Европа-то точно повеселит. Напоминаю, что команда... Какие команды корейские должны были быть на этом чемпионате? Должны были быть КТ Ростерс и СКТ. КТ Ростерс как победители своего соревнования, а СКТ как приглашенный чемпион мира. Но СКТ отказались, за место них приехали Роксы. А СКТ отказались, и за место них приехали конгадюшники. Последнее место в Корее занимает конгадю, а предпоследнее занимает Роксы. Такое впечатление, что тренеры корейцев такие... Блин, ну хоть где-то мы должны блеснуть. В этом сезоне, чтобы спонсорство у нас было, надо хоть где-то блеснуть, потому что в Корее у нас ничего не получается. Потому что дженейровцы, которые были вроде бы последней командой, вдруг заиграли. И из последних четырех игр выиграли три, если я правильно помню. Сейчас проверю. Нет, они выиграли одну, но две проиграли со счетом 1-2-1-2. Кстати говоря, они конгадюшникам проиграли 1-2. Так что конгадюшники не предпоследнее место. Единственный, кто играет, это Ликрит. Ну, похоже на то. Но Ликрит старается. Кира много ошибок насовершал, но, скажем так, ему не дали раскрыться как чемпиону. Он у нас играл с Экзостом. Экзост они не использовали ни разу. Первый же файт, в котором Кира участвовал, это был файт 2-4, потому что ботлайн команда М19 уже умер. И они даже не 2-4 воевали, а 1-4, потому что стажер-то играет за саппорта тоже. То есть, по сути, один корки там наносил урон. А там надо было именно добивать. Там саппорта нафиг не был нужен. Там нужен был какой-нибудь Грейвс, который тоже будет обладать уроном. Но поглядим. Так, у нас тут Смурф делает еще один ОЛН в Линдаранга. Линдаранг в легкую разбирается с ним. Подходит сюда Кей и говорит, давайте реальное сражение саппорт плюс топ-лейнер проведем. И команда Рокс безнаказанно залезает наверх. Кваркач не успевает сместиться, чтобы помочь. В этот момент все вышки падают. Знаете, та самая ситуация. Вот старая добрая Гамбит Гейминг ситуация. То есть, сейчас Роксы показали. Кто не помнит, стратегия Гамбит Гейминг чаще всего себя включала такое, что я побеждаю мид, я продолжаю пушить мид. Вы побеждаете бот, вы продолжаете пушить бот. Ну и, соответственно, Дарин побеждает топ, соответственно, он же и продолжает пушить топ. И вот Роксы сейчас так и сыграли. То есть, каждый из игроков остался против своего же Визави. И так как он его побеждал один на один, они не дали объединиться команде М19 ни разу. Не дали прокнуть им свои пауэрспайки. И победили их 8-17. Одно лишь хорошо, что мы с вами сейчас уйдем в прямой эфир. Это одно, что меня радует. Мы сейчас с вами уйдем в прямой эфир. Ура, все, мы в прямом эфире. В прямом кефире. И... Так, 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 ребят, я продлю свою мысль. Как я провел первую трансляцию, так и М19 отыграли первую свою игру. Ну, такая и аналитика будет на ESL и Yemi. Потому что здесь у нас... Мистер Крамбс. Как я его люблю? Нет.